Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. С сегодняшнего урока для тех, кто уже купил хостинг, начинаются практические уроки. Сейчас мы с вами подключим домен и нам нужно будет правильно его подключить, обязательно применив наш бонус, если вы делали оплату за хостинг на год. Переходим по ссылочке в ваш клиентский кабинет TimeWeb и выбираем вот тут вкладку «Домены» и «Поддомены». Видим три варианта. Первый – «Зарегистрировать домен». Если вы делаете все с нуля, у вас нет еще домена. Второй и третий – «Добавить домен» и «Перенести домен». Это если у вас уже есть домены. Выбираем и нажимаем на наш первый вариант «Зарегистрировать домен». Вписываем сюда имя вашего домена. Я вписываю сюда «Валентина Синема 2», потому как у меня бывший мой сайт на Google+, и канал на YouTube зарегистрированы под этим именем. Думаю, что в поисковых командах за последние 9 лет это имя уже как-то зафиксировалось. Напротив доменного имени, нажав на три полоски в правом углу, выйдет табличка с дополнительными доменными зонами. И вы можете выбрать любую зону за дополнительную плату. Но тут мы видим доменная зона RU, которую нам подарили при покупке хостинга. Ведь мы же его покупали на год. Лично я выбираю подарок с доменной зоной RU. Видим, что появилась зеленая галочка, а не красная. Это значит доменное имя свободно. Нажимаем на зеленую кнопку «Зарегистрировать». И тут начинается самое интересное. Вроде бы у нас домен должен быть бесплатным, а по умолчанию стоит 170 рублей в год. А чек как плате выставили аж на 1490 рублей. Но не пугайтесь. Убирайте все их плюшки, убирайте все галочки, которые они тут поставили. И отключайте тунглеры, чтобы цена осталась, вот как здесь, 179 рублей к плате. А сейчас главное не торопитесь. В поле «Администратор» у вас пока еще пустота. А рядом вы видите кнопку «Создать администратора». Вот сейчас нам нужно именно создать администратора, то есть заполнить ваши настоящие данные. Нажмите на эту кнопку «Создать администратора» и вам выйдет вот такой бланк. Выберите физлицо, например. Очень важно заполнить свои верные данные, чтобы потом не было проблем и вы не напрягали техподдержку. Ведь вы же покупаете себе недвижимость в интернете, понимаете? Хостинговые сервисы – это как раз те сервисы, в которых украсть ваши данные практически невозможно. Теперь нажимаем «Создать администратора». И вот ваши данные вписались в пустое поле. Теперь вы являетесь единственным владельцем вашего домена. Теперь за него нужно как бы оплатить. Но мы же понимаем, что у нас доменная зона бесплатная. Поэтому мы нажимаем на кнопку «Оплатить отдельно». Ставим галочку внизу и нажимаем «Зарегистрировать домен». Нас перебрасывают на страничку «Оплата услуг». Тут оплачивают те, у кого нет бонуса на бесплатный домен. А у нас есть, ведь мы взяли хостинг на год. Поэтому мы опускаемся почти в самый низ по страничке и ищем вкладку «Бонусы и промокоды». Находим, нажимаем на «Бонусы и промокоды». Теперь нажимаем на то доменное имя с бонусной доменной зоны. Выплывает окошко. Для начала проверьте, правильно ли вы вписали имя вашего домена. А то вот у меня была проблема, одну букву написала неправильно. И только потом нажимаете на кнопку «Использовать бонус». Теперь заходим во вкладку «Домены и поддомены». Видим свой домен. Под доменом должно быть написано «Отправлен на модерацию». А рядом надпись «Оплачен». Это очень важно. Если оплачен, то тогда вы сделали все правильно. Очень важно, если при регистрации домена показан статус «Ошибка при регистрации домена», то пишите сразу в службу техподдержки TimeWeb. Не ждите. Только они могут подсказать, где именно при регистрации вы допустили ошибку. Это не страшно. Они подскажут, вы исправите и сможете двигаться дальше. Поэтому желаю, чтобы у вас все получилось с первого раза. И вы перешли к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля» на канале Валентина Синема 2. Подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте лайк за очень ценную и полезную информацию.